Убийство медведя на видео, выложенное в соцсетях, вызвало широкий резонанс. Глава Якутии обещала разобраться и принять меры. Защитники животных говорят о необходимости ужесточения мер в отношении живодеров, а следователи возбудили уголовное дело. Накануне в интернете появилось видео, на котором медведя давят двумя грузовиками, принадлежащим филиалу Мирненской геофизики в Булунском районе. О реакции общественности и подробностях расследования расскажет Туяра Филиппова. Всего за день после начала проверки по размещенному в соцсетях видеозаписи следователи установили участников этой кровавой расправы и возбудили уголовное дело. Это вахтовики, работающие на территории Булунского района. Местонахождение транспорта, автомашин «Урал» тоже установлено и уже произведен их осмотр. Виновникам грозит уголовное наказание. Конечно, очень жестокое обращение с животными. Это уголовное наказание, которое влечет за свое наказание в виде штрафа от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. По мнению специалистов, медведь не шатун. На нем нет характерной ледяной корки. И он упитан. По всей видимости, зверя вывели из пячки. Произошедшее шокировало даже опытных охотников. Мне кажется, тут люди показали сами свой звериный облик, оскал. Должны быть рамки какие-то, определенные рамки, из которых мы не должны выходить. У нас где-то оборвалось, и люди как-то хотят выставить свое «я». Стремление выставить свое «я», пренебрегая вековыми устоями и традициями народа, вот что особо должно беспокоить в этом случае. Глава республики Егор Борисов узнал о жестокой расправе в Москве от журналистов перед заседанием госсовета, где как раз темой разговора стала защита природы и животных. Мы обязательно разберемся и обязательно примем меры по тем, кто такие вещи допускает. У нас в принципе не принято. В наших традициях, в нашей культуре, в том числе и в правилах охоты такого не бывает. Не бывает, да? Но это не охота, это живодерство и убийство, что к обращению. Конечно, это выходит за рамки тех нормальных восприятий, которые бывают в нашей жизни. Об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными говорил накануне на госсовете спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. По его мнению, ужесточение требуется и в отношении передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков, где зачастую животные содержатся в невыносимых условиях. К примеру, три года назад в Якутии заживо сгорели животные передвижного цирка, а год назад в двух полусах республики без надлежащего ухода погиб домашний скот. Как правило, виновные часто избегают серьезного наказания. А если дела и доходят до суда, то решения по ним широко и общественные огласки не получают, как это происходит с самими фактами живодерства.